Трудные места описания Авраам, и появляется он с Господним призывом сразу. Не сказано, что он там родился. Ну, он упомянут как сын некоего персонажа по имени Терах. Я читаю перевод российского библейского общества, там так это имя звучит, или Фара, в синодальном. Но просто он родился, и все. Мало ли кто родился, тут имен людей очень много в 11 главе. И Авраам появляется в тот момент, когда Господь обращает к нему свой призыв. Тем самым подчеркивается, что очень много людей было. Но вот только этот призыв, и то, что Авраам ему последовал, возвысило его над всеми. Господь сказал Аврааму, «Оставь свою страну, родных, отчий дом, иди в землю, которую я укажу тебе». Ну и дальше я прочитаю. «Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу твое имя. Ты станешь благословением. Кто тебя благословит, того я благословлю. Благословением станешь ты для всех народов земли». Ну, то есть, это тоже, понимается, двояко благословением для всех народов земли. Либо сама твоя жизнь будет благословением для народов, а они каким-то образом получат некое благо от того, что ты живешь. Либо они будут тобой благословлять. Вот будут говорить, пусть Господь с тобой сделает, как он сделал с Авраамом. Но вопрос в другом. Вот первое, что говорит Господь. «Оставь свою страну родных отчий дом». Зачем? А что, я не забыл и там? Причем, можно сказать, да, отец Авраама, он жил в городе Ур в Междуречье. Город, основанный еще шумерами, а потом там жили Акации. Это большой, славный город, Ур-Халдейский, как его называют, Библия. Там своя культура. И, ну, легко сказать, почему надо было уйти из Ура. Там языческая религия, вот это все поклонение богам, там своя какая-то сложившаяся система жизни. И она несовместима с откровением Божьим. Нужно это все оставить. Но отец Авраама по имени Терах уже ушел оттуда. Он поселился в Харане. Это некоторая такая земля к северу, к северо-западу от Ура. И, в общем-то, можно было оттуда не уходить. Почему с этого начинается все? Какое-то испытание, которое Господь предлагает Аврааму, какой-то отказ от того, что дорого, но потом Авраам, допустим, будет призван принести в жертву своего единственного любимого сына. Ну, не единственного, а единственного любимого, назовем так. Он к Измаилу относился совершенно иначе, к сожалению. Вот. Это некоторые испытания его преданности. Но почему же оставляет свою страну родных и отчей дома? Нужно ли это делать сегодня? Если человек хочет последовать за Богом, что ему надо в эмиграцию уезжать или во внутреннюю эмиграцию уходить? Вы знаете, Библия писалась все-таки в очень традиционном обществе. Традиционалистском, я бы сказал. Где жизнь каждого человека, она, в общем-то, была определена жизнью его предков. Он призван был повторить ее. И, по сути дела, Господь говорит Аврааму, прерви это повторение. Ты открываешь новую главу. И ты будешь отцом множества народов, то есть, точнее, великого народа, а некоторые переводят множество народов, сейчас это не очень важно, но это все будет новое. То есть, оказывается, что в какой-то момент, следуя призыву Господу, нужно перестать быть патриотом, нужно перестать быть традиционалистом, нужно перестать быть тем, кто повторяет и воспроизводит то, что досталось от предыдущих поколений. Причем это первое предварительное условие. Может быть, призыв идти в землю, которую я укажу тебе, который здесь предлагает Аврааму Господь, это, собственно, призыв к доверию. Вот повторение, оно исключает доверие. Я живу по-заведенному, я делаю то, что делали до меня, я воспроизвожу некоторые образцы, ну, потому что это вот вековечное, потому что это наше, потому что мне от этого никуда не деться. А доверие — это всегда путешествие в незнакомое, это всегда попытка найти что-то такое, чего у тебя еще не было, чего не было у твоих родных, близких, в твоем роду. И Авраам на это пошел. Мне вот всегда интересно, много ли было людей, которым Господь такой же призыв дал, но они не последовали. Неужели Авраам был первым? Мне почему-то кажется, что нет. Хотя об этом в Библии не сказано, но оно не должно быть сказано. Если они этому призыву не последовали, так мы о них ничего и не узнали. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!